замечательная художница лора матье я хочу вам представить эту потрясающую художницу мирового уровня да да лора не побоимся масштабов и конечно они эти масштабы сравнений мелкие по сравнению по сравнению с замыслом с масштабом замыслов твоих работ я сегодня приобрел у лоры потрясающую картину потрясающую картину инопланетные гости я хочу лора рассказала мне и вам дорогие наши зрители об идее о воплощении этой картины об истории этой картины потому что я представляю предвкушаю предчувствую догадываюсь что история уникальная потрясающая очень интересная лора поведай нам эту историю пожалуйста здесь такой особой истории нету просто здесь были высокие вибрации она сделана на всплеске энергии хотелось сделать что-то космическое что ни у кого нету солнце луна присутствует гостья держит две планеты марс и луну на своих ручках и сникерс картина выполнена из натуральных пигментов из моих минералов толченых то есть это очень энергичная картина она выполнена одним махом там даже не думалось что будет там было уже просто вот как шло плыло и вообще все что должно быть создана но создается легко и одним присест то есть скажем три часа она была создана и но готовилась и к ней два месяца внутренне мысленно по великому вдохновению почему именно эта тема лора гости космическая почему космос почему планеты тема космоса самая любимая сейчас в мире я занимаюсь метеоритами я вообще люблю планеты изучать камни подбираю по планетам каждый день у меня свой край сегодня например луны камень камень луны я люблю горы походы под звездами то есть мы же живем в этом мире над нами космос и всегда хочется что-то сделать и вот кстати космос очень тяжело передать на картине кажется что там звездочки может быть шарик но чтобы картина по-настоящему была такой космической все-таки надо жить подобным образом вести такой образ жизни смотреть иногда на небо лучше каждый день то есть ты почувствовала себя частицей космоса до или целой вселенной может быть ты охватила вот этим умственным художническим я бы сказал взором эту вселенную да и отразила это все да вот как бы глубину и масштаб мыслей твоих то ощущение переживаний вот в чувствование как бы сращение вот это родство с космосом да да поэтому там как бы гости получилось можно было просто сделать планеты но я решила что кто-то должен держать наподобие человека это очень интересно это такой такой космогенез можно сказать да и это кстати вписывается в такую ультра парадоксальную теорию о происхождении вселенной о происхождении мира что мир был создан человеком из будущего то есть вот здесь ты как бы интуитивно да может быть вот эта идея нашла воплощение в твоей картине такая антропоцентричная очень до человек как творец мира вселенной и вот миряда там галактик миряда в галактик да человек создан по образу творца поэтому нам всегда хочется творить творец сотворил все поэтому и нам хочется а если мы не будем творить мы несчастливы и потому что мы созданы по образу творца да или творец создан по нашему образу можно и так сказать знаешь я вот шел к тебе сюда сегодня и думал знаешь о чем что вот ты счастливый человек лора почему у тебя нет экзистенциального вакуума да ты задумываешься о смысле жизни наверняка для чего я живу да но ты находишь этот смысл в творчестве в этой вот креативности своей да в созидательной активности в искусстве и благодаря чему ты преодолеваешь любые трудности как внешние так и внутренние да внешние трудности ну это все знают там объективные какие-то вещи да трудно пробиваться трудно в общем то мы не живем в таком мире где есть поддержка да большая а и в обществе в таком не живем но мы его творим мы его творим такое общество вот и в конце концов мы его создадим и внутренние трудности да такие как страхи может быть да неуверенность в себе сомнения да что еще страхи сомнения самое главное самое главное самые главные препятствия внутренние ограничения наши его ты вот эти твои работы это прорывы прорывы когда ты преодолеваешь эти страхи сомнения неуверенность и в величайшие моменты величайшие моменты да любви к себе и к искусству и вот этого полного я бы сказал полного резонанса со своей душой и со своим подсознанием да и когда ты отвечаешь на вот отвечаешь подсознанию раскрывая свой безграничный творческий потенциал согласна со мной лора я живу так я если у меня появляется страх кстати страх тоже полезная очень вещь так расскажи пожалуйста очень многие люди боятся вообще всего страх уважать надо любить его надо он нам помогает без страха вообще великих бы дел не было никаких просто в каких-то моментах ситуациях его все-таки нужно трансформировать например когда ты безвыходном положении тебе очень страшно тогда тебе нужно быстро его трансформировать в действие и успокоиться вот как например я стою на горе последняя моя поездка была на греченский ледник я не успела спуститься и был мрак и я понимаю что я не успеваю вниз спуститься и я буду в этих ледниках ночевать это в лучшем случае и хижин там нет ничего и себя там испугалась ну нет не было очень страшно мне было так страшно что я уже сама собой стала говорить от от шока тем не менее я успела его трансформировать в действие спускалась каждый шаг у меня занимал 40 минут я можно сказать разгребала горы чтобы сделать один шаг но если бы не было этого страха то не было бы и вот таких вот восхождений и подвигов и преодолений а еще можешь о страхах рассказать немножко как они тебе помогают жить я пользуюсь только своими наблюдениями поэтому могу сказать вот и чужими цитатами а своими словами мне всю жизнь страх помогает всю жизнь и я ему благодарна можешь еще примеры привести приведи пожалуйста еще примеры своих страхов ну это очень лично это в конце концов пора уже обнажать душу перед зрителями нашими потому что самое главное исповедь было страшно чего и в другую страну переезжать страшно и за детей каждый день страшно ну много чего личного такого и бизнес тоже вот страшно все страшно и когда ты понимаешь что ты или тебе нужно или летать или умереть вот и все а ползать нет как это говорят или сдохни или летай поэтому вот так вот рожденный летать ползать не может лора не хочет ползать и не может только летать а умирать не хочется правда умереть можно каждый день при большом желании а что вот расскажи нам а что тебя заставляет летать а не умирать ну вообще я живу по принципу если ты гореть не будешь кто тогда рассеет тьму это мой принцип главный поэтому я всегда стараюсь зажечь города людей своей энергией энергия у меня мощно думаю хватит на даже на континенты не только на города да кто бы сомневался лора и ты то есть мне не страшно если ты уверен в себе если ты спокоен особенно то страх он куда-то просто испаряется он исчезает то есть я много встречалась в горах и с волками просто вот лицо к лицу и с горными козлами которые кстати очень опасны хоть они и с виду добродушны ну какая женщина не встречалась с козлами этим не удивишь и с лавинами встречалась и спуститься два раза не могла вовремя с лавинами ты попадала в эту лавину нет я не попадала но могла попасть потому что там никто не знает сезон альпинизма с апреля по октябрь если ты идешь в апреле то ты можешь случайно можно упасть гуляя просто с собакой по ровному месту можно упасть с горы тысяча метров разбиться на смерти что же заставляет тебя лора рисковать жизнью что ради камней что ли я не считаю что жизнью рискую вообще я наслаждаюсь там жизнью я поднимаюсь быстро уверенно мне вообще не страшно может быть спуск он более такой бывает страшноватый но тут главное успеть все это трансформировать ты понимаешь ты знала что ты идешь туда ты стоишь как дитя природы одна на один тебе некому вообще помочь ты не можешь вызвать вертолет мчс или конечно они могут приехать но чем это закончится это же понятно когда ты поднимаешься в гору ты же не думаешь что ты будешь вызывать помощь я же не на подъемниках туда поднимаюсь то есть вот эти восхождения они тебе помогают что познать себя да свою силу внутреннюю да свои возможности да испытать себя поверить в себя понять какой ты сильный человек да но это только для себя для кого только для себя конечно а мы все ради себя и живем прежде всего мы должны быть нужны себе это наша наша борьба скажем так да за себя за свое место за самореализацию за осуществление своего предназначения в этом мире кстати вот у тебя очень много увлечений очень много да это и камни это и живопись и скульптура и парфюмерия и что-то еще наверное есть да одежда наверное ты шьешь одежду нет еще да одежда это очень серьезно ну как это но ты вот очень стильно одеваешься лора что у тебя вот такой вкус я бы сказал безупречный вот то есть и мне кажется что ты как раз вот у нас у каждого из нас остается некая неопределенность да в том а своей ли жизнью мы живем а проживаем ли мы свою жизнь а реализуем ли мы свое предназначение и вот мне кажется что ты благодаря вот многообразию своих интересов как раз пытаешься снять этот вопрос да и раскрыть свой безграничный творческий потенциал чтобы как раз жить наполненной жизнью и сказать себе да я вот все что могла я сделала да я осуществила себя я самореализовалась вот у тебя есть такое ощущение или в чем это в чем причина этого поиска твоего и многообразия интересов причина я каждый день ищу себя мне скучно без этого мне не интересно вообще так жить а если мне не интересно то ну это вообще то нет смысла жить потому что жизнь это не прожитые годы а то самое страшное это когда тебе ничего не интересно я вообще не понимаю когда тебя не может возбудить никакой камушек никакой вот если у тебя нету с кем поговорить и нет друга возьми просто камушек вот возьми камушек просто погладь его поблагодари его за что-то но тебе это будет то есть я никогда не чувствую себя одинокой и делаю только то что мне интересно перед кем как говорится тут выпендриваться то есть ты не приемлешь чужие сценарии когда тебе навязывают какие-то стандарты было такое было во первых меня очень вдохновляют работы других людей то есть я смотрела на тех кто на великие на великих художников на профессиональных альпинистов меня это очень вдохновляло а теперь ты сама такой стала ну не знаю наверно и ты обрела свое призвание правильно дело не в этом дело в том что мне интересно вот и все и у меня все время в тонусе то есть я не могу там лежать на диване больше одного дня даже до вечера я не могу полежать так спокойно вчера ты вчера мы общались с лорой наши зрители уже посмотрели вот самые любознательные любопытные уже увидели эти ролики а остальные еще посмотрят мы за кадром обсуждали идею картины и вот лора нарисовала потрясающую картину вдохновившись нашим диалогом нашими идеями да это ты про какую говоришь вот ты мне показывала фотографию да это было вчера на эмоциях за полчаса маслом скоро мы здесь организуем выставку работ лоры матье и вы увидите мы я сниму сюжет обязательно мы сделаем новым интервью будет очень интересно и это будет новый этап в творчестве новый этап скажи пожалуйста лора вот в чем смысл жизни для тебя ну нету смысла жизни как такового смысл жизни чтобы каждый день был тебе интересен и приносил тебе какую-то радость а вот говорят что жизнь цена не прожитыми днями а теми днями которые запомнились вот ты тебе запоминается каждый день или или так у тебя больше прожитых дней или тех что запомнились у меня у меня у меня больше у меня так не живу у меня все по-другому то есть когда я просто два месяца гуляю ну как может показаться что я просто гуляю в лесах горах на природе на природе даже ну в кадре орги смотря в какой стране находишься то я не просто гуляю я каждый день думаю я продумываю то что я буду делать через эти два месяца или через эту неделю то есть я все время работаю над проектом каким-то всегда или это я думаю над новой картиной или я создаю запах или я работаю над своим нюхом я его должна поддерживать чтобы он чтобы он мне помогал чтобы он не потерялся да не потеряется вот каждый день просто прекрасен по-своему то есть ты просто наслаждаешься жизнью каждый день это наслаждение да да все неприятные моменты ну вот я не люблю бухгалтерию для меня вот это например неприятный момент надо что-то считать это для меня вот считается таким не очень не очень вообще не интересным делом когда нужно высчитывать считать что-то да но ты бизнес-вумен и конечно ты живешь в своем мире но иногда надо возвращаться к реальности и иметь дело с цифрами и просто принять это и научиться в этом видеть тоже творчество правда если ты хочешь построить свой собственный бизнес и при этом ты думаешь как тебе больше заработать денег мне кажется ты не выживешь твой бизнес не выживет нужно быть очень вдохновленным своим делом абсолютно согласен абсолютно это вообще безумие открывать бизнес только ради денег на мой взгляд абсолютно согласен этим надо жить это дело надо любить свое этим нужно жить каждый день если например я сегодня ничего не делаю с точки зрения наблюдающего за мной человека то это вовсе не так наоборот в этот день я очень много работаю внутри себя конечно конечно это я думаю что это многим понятно потому что лошадь она много работала да но директором колхоза не стало поэтому дело не в том чтобы просто работать а в том чтобы работать головой и искать пути развития то есть я живу путем наблюдений за природой за людьми я все время наблюдаю цитаты такие на меня не работают чужие цитаты какие бы они красивые не были и правильные не работают ну слава богу потому что живу личными живешь своим умом своим умом надо жить конечно а у нас люди что вернут цитатку просто чтобы жить по этим цитатам красивым афоризмом нужно быть на определенном своем духовном уровне тогда ты будешь тогда невозможно тебе помогут ты знаешь что вот такой пример из жизни я в одной группе объявил конкурс на самую остроумную подпись к там к одной фотографии и вот я поразился тому что большинство людей не придумали ничего своего и ничего остроумного они просто цитировали что-то давно известное уже а некоторые даже просто повторяли одно и то же вот у людей повторялись одни и те же выражение вот это конечно это грустно все что люди не не живут своим умом и не и не включаются в в этого все и поэтому ты лоры есть вот такая яркая индивидуальность яркая личность индивидуальность с с огромным миром внутренним и очень хороший пример для нас для наших зрителей у у нас зрители точно такие же каждый старается быть собой принять себя любить себя идти своим путем непроторенным развивать свою индивидуальность поэтому нас смотрят наши лекции по психологии психотерапии философии человек должен понять что только в творчестве он может быть счастлив потому что он создан по образу творца и не важно что он будет творить это может быть танец пение живопись это вообще не важно главное чтобы он творил прекрасно прекрасно главное чтобы он творил я верю в то что лора станет всемирно известной художницей мы на это работаем и картины будут в лучших музеях мира в частных коллекциях у шейхов у королей у миллионеров у баронов у наших людей и у простых людей тоже кстати говоря потому что очень много людей которые любят искусство ценят его и понимают что оно привносит в жизнь нечто особенное особую атмосферу нездешности да отрывает от этой вот рутины обыденщины и помогает жить нам именно искусство помогает нам одухотворяться потому что человек всегда устремлён куда-то всегда устремлён и устремлён в будущее я бы сказал и вот эти работы твои да они я бы сказал некий прообраз метафора будущего некая мысль о будущем потому что будущее что оно неизвестно да и вот это вот неизвестная загадочность сюжетов твоих работ ты же не рисуешь цветочки правильно очень глубокое содержание энергия в картинах энергия в картинах у моих это самое главное это самое главное и вот это то есть я продаю не картины а свою энергию да и она оно и этим и привлекательно то есть вот это сродни зобу будущего зобу мира трансцендентного вот потрясающе вот мы тут интересные темы очень нащупали и для для раскрытия для обсуждения вот интересные идеи я считаю это можно дальше продолжать эту работу и писать просто уже статьи о твоем творчестве да наблюдать я буду давать уроки прямо со своих подъемов на горы начиная с апреля возможно в марте я поеду потому что сейчас не сезон сейчас слишком опасно ну живем здесь и сейчас и пока что творим и готовимся к выставке в феврале у лоры день рождения мы будем отмечать его и отметим его выставкой спасибо огромное тебе лоро за это интервью пожалуйста и прошу